Добрый день, меня зовут Шиментов Евгений, компания Белзип. В данном видео мы вам покажем разборку отбойного малатора SDS Max Makita. Причина в чем заклинила пику в стволе, она не вынимается. Сейчас мы сняли верхнюю часть. Из-за чего она могла заклинить? Да, износ стопорных тел может быть закусило. Или в пике самый дефект уже подразбилось. Сейчас снимаем стопорное кольцо, да? Да, все в грязи. Защиту сняли. Это у сольных, да? Да, это резинка. Так. Щёрт, это не смешно. Сейчас мы дальше будем разбираться, искать причину в чем. Делаем. Еще одно стопорное кольцо, да? Да где-то еще где-то. Все, грязь уже покрыта. Так, сейчас. Не вытягивается. Стопорные тела не вытягиваются. Как эта часть называется? Стопорное тело. Вот она она, изношенность его. Вот она. Не полукруглая, а вот уже такое. И она частью может закусывать. Наверное, стол здесь под замену тоже. По-нормальному. Сейчас посмотрим. Вот работал он. Хорошо. Стопорные тела надо поменять. Они зализаны. Зализаны. Что касается ствола. Да, в принципе, посмотри. Да, подсвети. Ты так нам не приходишь. Не видно? Да. Нет, не видно на камеру. Ствол мы решили поменять. Потому что он здесь видно. Шлицы, они должны быть квадратные. Они стали уже острые. То есть, с этим еще стволом инструмент поработает. Будет закусывать. Да, лучше поменять. Поэтому мы решили его поменять. Сейчас сообщим клиенту стоимость работ. Согласуем с ним все. И тогда продолжим. Клиент согласился на ремонт. Сейчас мы будем делать полную диагностику. То есть, мы его полностью разберем. Посмотрим, что там еще износилось. Где есть следы какого-то сноса. Вот. И озвучим полную стоимость работы. Разбирается, так я понял, он сначала. Сверху. Ну, да. Здесь. Вот оно стопорное, кажется, кольцо. Все же грязь возросла. Ничего не видно. Да. Вот оно стопорное. Вот оно. Вот оно. О пивоцкое. Отец. Отец. Все, ну, да. Отец. 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 Вот это вот чайство, как называется. Вот здесь шайба, все стволовые детали, чтобы забраться до ствола, надо снять кучу стопорных шайб. Да и еще, если вдруг кому-то смотрит, кто смотрит сейчас это видео, нужны будут схемы. Внизу видео будет ссылка, то есть они есть у нас на сайте, можно посмотреть, там инструмент в полном разборе. Также, если будет желание, можно будет заказать у нас запчасти. Так, вот это вот фасонная такая шайбочка. Ну, в общем-то, тут почти добрались. Теперь нам надо разбирать всю вот эту часть. А вот, кстати. Попробуем. А что это такое? Не, 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 не. Не стоит ли, не налево там, а один, трясет один. Ну да. Вот так, что можно. Ну да, вот так, что можно. Вот так, что можно. А как? Хорошо. в принципе достало добраться вот осталось эти болты откручиваем откручиваем это все снимается и все мы ствол уже говорится увидим так теперь надо образные крючки с трубой надо откручивать надо вот эти вот очень длинные есть такие длинные шестигранник тогда рычаг большущий открутить легче короткими тяжело байки ямка ну вот наш стойк заднюю крышку на ручку так теперь чтобы снять вот эти вот тут момент такой вот утапливаем что мы сейчас снимаем сторону это компенсаторы гидравлические сдавливается в сторону они насколько знаю практически не ломаются ну да их и никогда и не меняют вот и установку в обратно следности так поставил вот эти вот выдвинул они выскочат вперед и защелкнутся и будут держать кому что-то непонятно было можете написать постараемся ответить потому что на видео но все равно и думаю не сильно понятно что мы сейчас делаем полная разборку это одно дело смотреть а другое дело сколько ты разобрал свою жизнь таких отбойников то есть десятка два наверно как минимум только в этом одно да так щетки щетки послужат но они осталось миллиметров где-то по пять сработает и все это ненадолго щетки думаю тут самая большая проблема не самая но одна из то есть она подходит уже ее упускать из виду не надо так все щетки мы вытащили ух ты здесь уже у нас шестигранник идет по-моему это звездочка 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 ага открутили сейчас снимаем верхнюю часть звездочка 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 отсутствует, настолько засохло, что он уже просто не работал, вот однозначно придется менять колечко компрессионное вот это. Ну и доступ теперь шапан достать. Так. История смазки не особо, так просто не достанешь, надо вытаскивать эту шестерню будет. Ну тоже там на стопоре, да? Да нет, на стопоре, кресиновое колечко, износуется замена ротора. Здесь придется менять и ротор. Итак, что мы обнаружили? Износ ротора шлицов, зубьев, видно, да? Да. Вот теперь, коль пострадал ротор, то и пострадала шестерня. Вот она, зубья стали острые, как вершины, съеденные. То есть вот в этом месте это отбойный молоток, а не перфоратор. И вот видно, что он всегда отбойные молотки, шестерня вот эта изнашивается с одной стороны. Если здесь зубья более-менее, то здесь вот аж бриться можно этой шестеренкой. В один прекрасный момент, то есть при какой-то нагрузке это произойдет, слижутся зубья и сразу вылетит и одна деталь, и другая. То есть будет двойная работа. Работу ее, если делать, то надо делать полностью. Теперь меняются компрессионные кольца здесь и здесь. меняется у нас ствол, который шлицы уже изношены, ствола. Не видно. Вот, там плохо видно. И меняются два стопорных тела, из-за которых закусывает ствол. В общем-то, вот такой вот получился ремонт у нас, не детский. И щетки. На серьезную сумму. Да. Ремонт получился на серьезную сумму, но что делать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Если у кого-то будут какие-то пожелания снять разбор того или иного инструмента, можете написать. По возможности мы это сделаем. До свидания.